Микс Ньюс У нас в гостях сегодня представители Латвийского совета присяжных нотариусов. Еще раз здравствуйте. И вот интересно, что вчера маленький человек один спросил у меня, кто такие нотариусы. И что вы ответили? И вы знаете, я начала думать и поняла, что все-таки если ты не можешь шестилетнему ребенку объяснить, кто такие нотариусы, скажем, ну и чем ты занимаешься, к примеру. То ты сам до конца просто не понимаешь, чем ты занимаешься. Вот, и я хотела бы вас попросить сегодня объяснить, вот как для шестилетнего ребенка, кто такие нотариусы. О, интересный вопрос. Я бы сказала так, для шестилетнего ребенка, умный он, это человек, который знает законы и переводит законы для тех, которые их не знают, и помогает делать выборы, соответствующие интересам и законности. Это с одной стороны, с другой стороны, также этот человек имеет право заверять документы таким образом, что даже документ без вот вашего сына, он будет в силе, то есть он будет аутентичный. Ну, это, наверное, не будет самое подходящее слово, но сейчас не могу иначе назвать. То есть несомненность документа можно получить или выясняя у человека, так ли это, это твоя воля, или если самого человека нет, то надо какого-то посредника, который проверен, который обладает таким правом, ну и вот этот такой человек нотариус. Ну что ж, по-моему, получилось. По-моему, получилось. Да, ну, надеюсь, что он нас слушает, да, сейчас и... Ну, конечно, первый вопрос, наверное... Второй вопрос. Да. Когда к вам приходят люди, ваши клиенты, те, кто обращаются к вам, они достаточно информированы, или всё-таки народ у нас немножко плавает и в законах, и в своих правах, и что можно, что нельзя, и... Да, госпожа Пиздича. Ну, я должна сказать, что бывает по-разному. Но что я за годы своей практики вижу, что наше население становится и умнее, и мудрее. Конечно, если приходит человек к нотариусу, у него уже есть вопрос, на который он хочет получить ответ. И это уже хорошо. Хуже, если вопросы есть, но не приходит и не задаёт и не спрашивает, тогда это остаётся в таком, ну, плывчатом положении. Но если человек приходит, рассказывает, в чём его проблема, что бы он хотел, как бы он хотел, Ну, вот этот разговор и есть ежедневный труд нотариуса быть, как Вия очень хорошо выразилась, быть посредником между законом и конкретным человеком, у которого есть вопрос или даже может быть уже проблема. И, значит, он законным путём желает эту свою проблему решить. Ну, если мы походим по городу, по Риге даже, мы увидим, что нотариальных контор у нас огромное количество, да, у нас действительно их очень много. Это действительно такая прям востребованная, скажем, должность, и действительно столько обращаются? Или это там часть контор пустует, часть офисов пустует? Это так просто в надежде, в попытке? Насколько популярны консультации, да, среди латвийцев? Ну, популярны, но в сравнении с тем, что вот сейчас будут дни нотариуса и с повседневной жизнью, разница в том, что, как уже Сандра говорила, человек в повседневной жизни приходит к нотариусу как бы уже с проблемой или его направляет закон государства к нотариусу. Дни нотариуса, разница в том, что люди сами приходят, поэтому вот они очень важны, по-моему, для человека, вот как раз поэтому. А в отношении их пустуют ли или нет, есть тенденция снижения оборота, да. Но в Латвии латинского типа нотариат, и он отличается из англосаксонских стран тем, что количество и нахождение мест очень четко регулируется законом. И когда, значит, определяется, сколько необходимо нотариусы для государства, там существует определенная методика, по которой, значит, выбирают сколько численность. И сейчас у нас в Латвии действительно, если мы смотрим по этой методике, больше нотариусов, чем было бы необходимо, вот если бы мы сегодня создавали бы конторы. И количество растет или не растет? Нет, 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 оно уменьшается, и это соответствует реальности. Ну вот сейчас традиционно 26 и 27 февраля пройдут дни нотариусов. Какие возможности есть у латвийцев в эти дни? Самые просто большие. С 10 до 3. Все-все-все бюро во всей Латвии. Независимо от города. Значит, это 30 городов в Латвии. Можно идти к нотариусу и говорить с ним. Можно писать в чате в нашем деги-портале. То есть онлайн-динсультация? Да, да, да. Как же возможно? И можно следить также и за тем, что мы будем завтра, например, будет нотариус отвечать также в Фейсбуке, и будет прямая линия. А где в Фейсбуке найти эту прямую линию? Она как-то называется уже? Светбанк. Светбанк. Мы вместе с... Ты тоже зайдешь в страницу Светбанка в Фейсбуке? Да, да. И на нашей странице Манс Нотарш тоже. Манс Нотарш. И это бесплатно? Конечно. А сколько в обычные дни стоит такая консультация? Более, ну, где-то 15 евро. И вот для вас, как и для нотариусов, такие дни нотариуса, они нужны, не нужны? Потому что, не знаю, вы работаете, по идее, бесплатно с огромным количеством клиентов. Те, кто не могли прийти, идут. Те, кто долго не могли дойти, вдруг доходят. Это огромная нагрузка. Насколько это вам нужно, выгодно? Нам очень нужно, нам, я не знаю, выгодно, невыгодно, тут, наверное, другое слово. И почему нам нужно? Нам нужно, чтобы наши латвийцы были мудрые. Потому что любой профессионал вам об этом скажет. Ну, я не знаю, сравнение. Лучше, когда мы идем к зубному врачу регулярно, не один раз, я не знаю, в 10 лет, и потом там проблемы. Врач вам скажет то же самое, то же самое скажет и нотариус. Поэтому надо знать, как принимать умные решения. А жизнь сегодня, она очень такая комплексная. И она уже не поддается таким прямолинейным вопросам, ответам. Нет, там очень разные. То есть, надо смотреть комплексно. На один вопрос очень редко можно ответить да или нет. Распросительница, а сколько консультаций было оказано в прошлые годы? В прошлые годы ведь так же были эти дни бесплатные. Мне кажется, с каждым годом посещение наших клиентов все растет. Интерес не падает. Только что я замечаю, с каждым годом люди понимают, что эти дни нотариуса, как они подносятся об обществу, это только пару дней в год. А нотариус доступен каждый день. Ну, не бесплатно уже. Ну, не бесплатно это за то, если человек оформляет что-то, да, и он получает документ себе необходимый, решает свою. И для каждого своя проблема. Это самая великая проблема. Да, и таким образом он оплачивает за наш труд. Но, конечно, дни нотариуса – это дни, в которые мы желаем как бы немножко пойти навстречу. Мы тут, мы всегда рядом. Пожалуйста, мы к вашим услугам. Мы для вас, а не наоборот. Не вы для нас. Ну, еще один такой вопрос. То есть, если в дни нотариуса человек может прийти, получить бесплатную консультацию, но в любом случае оформление документов и так далее, это уже будет, конечно же, платно. В другой день это будет. И вообще в другой день. Это только консультация? Да. Это как бы подготовка к определенному действию. А насчет того, сколько и как это ежегодно не меньше трех тысяч человек, он идет там или немножко назад, или вперед, в соответствии, сколько вот эти каналы дополнительно используются. Потому что, ну, 99 нотариусов в Латвии, они не могут, ну, как бы, день не, он ограничен. И поэтому вот мы всегда считаемся, что более около три тысячи или немножко больше всегда посвящают дни нотариуса. Это вот как раз показывает то, как необходим разговор. И поэтому каждый год, независимо от того, что человек будет задавать вопросы, какие ему важны, мы, когда подготавливаем дни, мы ставим как бы установку на какую-то определенную тему. Но не потому, чтобы ограничить человека, а потому, чтобы дать дополнительную информацию о чем-то определенном. И в этом году мы хотим больше поговорить о том, о таком документе, как доверенность на будущее. Что в Латвии используется мало, но в Латвии ситуация, в которой мы смотрим и в которых нужна была бы эта доверенность, она великая. Да, мы поговорим об этом, мы сейчас примем звонок. Надевайте наушники, пожалуйста, у нас радиослушатель на линии. Слушаем вас, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Анна. Доброе утро, Евгения. Да, доброе утро. Вот такой вопрос вашим гостям. Скажите, а чтобы стать нотариусом, человеку достаточно просто юридического образования, или ему нужно какой-то определенный опыт набрать, какие-то определенные курсы пройти или в регистр, быть записанным каким-то каком-то... Вы имеете в виду, чтобы открыть свою нотариальную контору, или просто чтобы работать где-то нотариусом в компании? Ну, то есть это можно ли получить как бы как таковой статус нотариуса, или это обязательно нужно открывать свою контору, то есть в частности, что касается образования и необходимых знаний? Да, спасибо вам за вопрос. Да, спасибо за вопрос. Действительно, нет, это очень квалифицированная профессия, и после университета, обязательно высшее образование, статус магистра, тогда начинается, надо быть накопленным опыту с двух до семи лет, и потом еще идет экзаменация перед тем, как ты можешь стать нотариусом. Затем надо дать присягу судье Верховного суда, и нужно, значит, заключить договор о страховании. Почему? Потому что если ты допускаешь как нотариус ошибку, человек должен быть защищен. И вот только тогда этот процесс, он довольно долгий для того, чтобы стать юристом нотариусу, ну, не менее пяти-семи лет. И экзамены сдаются после уже еще отдельно? Да. Где это специальная комиссия, которая создается в Министерстве юстиции, и в этой комиссии работают и, значит, академический персонал, судьи, нотариусы, да, там 12 человек в комиссии, который, и экзамен проходит в трех частях. Тут сложно, это, ну, так может быть не сложно, это серьезно очень. Потому что, как мы уже говорили вашему сыну, это несомненно... Это не мой сын пока что, но просто маленький ребенок. Документ, который заверен нотариусом, он не должен подвергаться сомнениям. И поэтому профессионал, он, к нему государство и наша организация подходит с очень такой... Доверительно как раз. Да. И вот как раз вернемся к доверенности на будущее, о чем вы начали говорить, об этом документе. Вот особое внимание ему уделяется сейчас? Что он из себя представляет? Что это за документ? Ну, доверенность, очевидно, мы все знаем уже более-менее. А вот эта форма, значит, если я простой доверенностью обычно даю, ну, задачу в моем отъезде или как что-то какое-то, ну, довольно такое точное. Доверенность на будущее действует в тех случаях, когда человек ограничен больше всего болезнью. он, например, после инсультного состояния. Человек через какое-то время возвращается в жизнь, но это время может быть и месяц, и года. И чтобы не прекращать жизнь и не составлять проблемы ни себе, ни родственникам, заранее, вот, например, вот наш возраст, ваш возраст, тем более, вот он как раз для того, чтобы при здравом смысле выбрать своих доверителей и сказать, если что-то... Если не в состоянии человек сам принимать решение, то уже человек сам выбирает, кто за него будет решать определенные вопросы. И противоположная ситуация, если что-то случается и такой доверенности нет, родственники должны обращаться в суд. А обычно это ситуации, которые и так очень эмоционально трудны, поэтому в Европе очень распространен этот документ. У нас еще нет, но я думаю, это просто наша традиция и пока еще мало информации, очевидно, мы даем насчет этого вопроса, поэтому мы решили. А вы знаете, что, например, страховые агентства говорят о том, что с каждым годом повышается выплата на основании тех полюсов, которые как раз на критическое заболевание. Вот это вот этот сегмент. И мы просто сами можем посмотреть вокруг. Во-первых, интенсивность движения. Люди молодые выбирают, они едут, не знаю, на лыжах, на... Ну, в общем, разные экстремальные виды спорта. Они тоже рискуют. Да, и этот риск можно как-то... Ну, наверное, человеку не очень хочется думать о таком своем будущем, но если у меня такой документ, это не значит, что со мной что-то случится. Поэтому лучше пускай он будет, и пускай им никогда не надо пользоваться. Вот это сделать на случай стоило бы. Госпожа Степница, как вы думаете, почему все-таки не очень популярен этот документ? Предрассудки, может быть, какие-то у людей? А может, просто не знают. Ну, не знают, может быть, тоже. Но я думаю, что это как-то исторически создалось. Ну, наши люди, если уж доверяют кому-то, скажем, в семье, то они уже при жизни согласны дать доверенность, с уверием в том, что пользоваться этой доверенностью будут только тогда, когда это будет нужно, но, конечно, такой доверенностью обычной, как мы привыкли, можно пользоваться сразу, как ее выдали. Тут разница, что только в том случае. Я думаю, если наши люди станут богаче, то они додумаются, что лучше такую сделать, пока я сам могу, я сам распоряжаюсь всем, что мне принадлежит, своими средствами денежными, своими недвижимостями, а если что, то назначиваю того человека. И доверенность на будущее, это более похоже на договор, потому что это двухсторонняя сделка, эту сделку подписывает тот, кто доверяет, и доверенное лицо, они обо всем договариваются, и это немножко как бы осложняет. Проще, конечно, в одностороннем порядке явиться к нотариусу, дать доверенность, ну, как будет, будет. Но этот документ уже требует, ну, такой большей и юридической подкованности для тех людей, которые и дают, и берут на себя обязательства. Да, еще у нас есть звонок, надевайте наушники, для слушателей у нас на линии, доброе утро, слушаем вас. Доброе утро, меня Анатолий зовут. Доброе утро. Я немножко позже включился, не слушал вашу передачу сначала. Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Первое, это чем отличается простая доверенность и доверенность, за которую вы говорите, вторая по, как она называется? На будущее. Доверенность на будущее, да. Да, и сколько они стоят, допустим, и в чем, ну, основная разница в том, что она действует только после наступления, там, смерти, инсульта или каких-то других событий. Да, спасибо вам. Доверенность после смерти никогда не действует, и в этом случае так же. Сандра уже говорила разницу вступления в силу, когда, ну, когда ты пользуешься. Если вот здесь доверенность на будущее действительно очень реальное, вот это послеинсультное состояние, ты не можешь принимать решения, ты не можешь высказать свою волю. И в таких случаях человек, который уже получил такую доверенность, получает, значит, разрешение у врача, и в регистре сделается отметка, и эта доверенность начнет действовать. Я уже, по-моему, вот доверенность такая простая, она как бы, ну, она больше и упрощена, да, она в статье, ну, как бы бытовая немножко. Ну, то есть она действует сразу, но она всё-таки не настолько глобальна. Да. То есть я могу сделать доверенность у своего ребёнка, разрешить, например, моей маме или сукровью вывезти его за границу, допустим. Да. Она касается каких-то более, наверное, таких определённых моментов. Более широкий такой спектр. Да, доверенность на будущее, более широкий спектр охватывать, но после вот какого-то периода. Да. Кто определяет, что вот сейчас она должна действовать? Врач. То есть врач должен сказать, что сейчас человек не в состоянии принимать решение, тогда доверенность вступает в себя. Что касается стоимости нашей деослушности? Это доверенность около 100 евро. Приблизительно также будет и доверенность универсальная, но ей не надо особо, её не надо принимать, ну, универсальная доверенность не надо делать на все случаи жизни. Это неправильный подход. А такие уже реальные, генеральная доверенность… Около 40 евро, как Вы говорили, на выезд ребёнка, это около 20 евро, а универсальная, по-моему, 60 с чем-то. Конечно, доверенность на будущее, она самая дорогая из такого спектра, если мы смотрим чисто на деньги, но это документ ближе к договору. Двухсторонняя. Да, да, да. Это двухсторонняя сделка там, то есть проверять сведения обоих участниках надо, да. Обычная доверенность – это только в одностороннем порядке. Ещё у нас есть звонок, давайте послушаем, что у нас хочет сказать радиослушатели. Доброе утро, здравствуйте. Ага, не обороты, но такой вопрос. Завещание, договор завещания заключён. Нет, а если доверенность на будущее заключать, можно тогда в это договор завещания писать формулу, или это отдельный договор, который надо отдельно идти к Натальше, или надо заключать. Бесторонний мой тело-попрос. Если родственников близких нет, у меня есть так далее родственники, двоюродные, троюродные, так сказать, эти родственники, и всё-таки, они как-то могут претендовать на моё наследство или так далее, в связи с цепочкой, но ещё после моё наследство или нет. Да, спасибо вам за вопросы. Вот доверенность и завещание. Завещание – это распоряжение на тот случай, когда человека не станет. То есть он, будучи в здравом уме, делает такое распоряжение. Но это распоряжение на тот случай, когда его не станет. Тогда открывается наследство и оформляется по завещанию, или если завещания нет, то по закону. Но доверенность – это документ, которым мы даём распоряжение распоряжаться нашими средствами и нашими делами при жизни. Это совершенно два разных документа, и они не могут быть никаким образом связаны. Если так можно выразиться, доверенность умирает вместе с доверителем. А завещание, распоряжение на тот случай с момента, как не стало. То есть их совместить невозможно. Это по существу разные документы. Насчёт того, как оформляется наследство. Да, конечно, по закону, если человек при жизни не оставил завещание, приглашается наследовать, по первой очереди, ближайшие и после, по второй очереди, ближайшие, если нет первой очереди, которые выше, то есть родители, родные, братья, сёстры и дети тех родных братьев, сестёр, которые умерли до своего родителя. Третьи – это полукровки, то есть один родитель общий, этого хватит, чтобы по третьей очереди наследовать. А по четвёртой очереди родственные связи, то есть линия по крови. Всё равно докудова. Главное – доказать эту родственную связь. Так что тот, кто уважаемый наш слушатель, который звонил и спрашивал, да, конечно, те, которые докажут и пожелают после него наследовать, это смогут. Но я бы сказала так, завещание – это документ, которым человек имеет возможность выразить свою волю и сказать «Кому?». Это, может быть, даст ему определённое душевное спокойствие, что после того, когда его не будет, этот конкретный человек и наследует то, что ему принадлежало. Да, а с какими вопросами обычно всё-таки обращаются к вам чаще всего? В дни нотариуса или в повседневные? Ну, и в нотариусе, да. Ну, в повседневных. Отличаются, да. Хорошо, давайте в повседневные и потом в дни нотариуса. В чём наш последний день? Повседневно. Да, конечно. Да, вы помните пока телефон дыма эфира. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да, эти вопросы повседневные, в принципе, те, о которых мы говорим. Это доверенности, это завещания, это договора. Одна из наших основных компетенций – это вести наследственные дела. Этим в Латвии занимаются только присяжные нотариусы. Так что, можно сказать, это основа нашего труда. Ну, вот это и занимает наше повседневное время. Человек приходит и хочет решить, какую из этих своих проблем. У нас звонок. Да, ещё звонок есть. У нас звонок. Слушаем вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Вас беспокоит Анатолий по конкретному случаю. Да, Анатолий, пожалуйста. В Метубулдриджинтере, в пасточной с 15, квартира 5, проживает Ильина Дуся. Она работала в санатории рядом МВД, а в санатории получила квартиру. И, значит, больная была, а племянник ее убедил. Давай заставим завещание, что ты на меня, я буду за тобой ухаживать. Но она взяла, по ошибке составила. Но написала завещание, что он будет распоряжаться квартире после ее смерти. Ну, в общем, время шло. Он, мать, выселил из квартиры, тоже вот так написал, мать выгнал. Теперь Дуся тоже. Он эту квартиру продал. Вот. Выставил на продажу. Суды идут, и суды ничего не решают. А она сейчас 82 года получила квартиру, короче говоря, обманутой. Будет выкинута на улице. Что ей делать? Подскажите, пожалуйста. Спасибо вам за вопрос. Ну, с того, что спрашивал этот наш клиент, я поняла, что человек при жизни оформил сделку. Может быть... Ну, обманным путем, опять же, она, возможно, была... Ну, трудно ответить, не зная... Да, скорее всего, нет, доверял человек. Да. Или он дал доверенность распоряжаться ее имуществом, или, может быть, даже она сама ему подарила. Из контекста я этого не слышала, но там варианты многие. То есть при жизни человек распорядился таким образом. Если бы эта женщина, которая сейчас пострадала от каких-то таких нехороших людей, составила завещание на тот случай, просто завещание, то она бы была хозяйкой этой недвижимости до конца дней своих, она бы распоряжалась, и только она бы могла что-то со своим имуществом сделать. А наследник уже по завещанию после ее смерти бы наследовал. Вот тут риск при жизни давать, и какие давать эти распоряжения со своей стороны, то есть давать доверенность, дарить при жизни. Это серьезные вопросы, на которые каждый, кто желает что-то такое делать, должен ответить сам для себя, насколько я доверяю. И проконсультироваться, конечно, на нотариус, насколько грамотно нужно это все составлять. Как часто латвийцы сталкиваются с мошенничеством, и в чем может помочь нотариус? Ну, я думаю, что в большинстве случаев люди добросовестны, но, конечно, бывают, к сожалению, случаи, когда происходят какие-то очень плохие ситуации. Ну, нотариус единственное, чем может помочь? Нотариус может разъяснить ситуацию конкретную с точки зрения закона, и тогда уже клиент принимает для себя самое лучшее решение. Работа нотариуса так, довести до понятия человека возможные последствия его действий. Но нотариус не может ни уговорить, ни отговорить. Решение принимает во всех случаях клиент сам. Поэтому очень важно, чтобы знали информацию. Еще у нас есть звонок. Двадцать наушники. Доброе утро. Доброе утро. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Сделайте, пожалуйста, потише свой радиоприемник. Мы сейчас слышим эхо. Вы не могли бы сказать, да, что заявление, написанное от руки, имеют ли силу? Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Может быть, речь шла о заявлении или о завещании. Если о завещании, о заявлении, тем более, конечно, имеют силу, но чтобы его исполнить, там, может быть, могут быть такие ошибки, которые при исполнении вот этой воли могут быть ограничением. Поэтому лично мой совет всегда не останавливаться на частном документе, потому что у нас двадцать первый век. Люди пользуются волей другого человека по своему мнению. У нас еще один звонок. Да, еще звонок. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. У меня такой вопрос. Что последующие пенсионеры одинокому, которые родственники живут за пределами Латвии, то есть бывшие страны СНГ. И как будет написать как-то договор дарение или доверенность на будущее. Доверенность на будущее, чтобы она была допустим у одного нотариуса. И такой маленький еще вопрос. Много ли у нас мошенников, которые с помощью электронных массы компьютеры могут поделать ваше завещание без вашего участия в этом деле или это в принципе невозможно? Спасибо. Расскажу только один случай, а там уже сами решайте. Этот вопрос вообще надо как статистический задавать правоохранительным органам, но тогда, когда один нотариус, это где-то полгода назад, ему показалось странным частное завещание, значит, там писанное от руки. Он засомневался, и не принял это завещание, на следующий день человек пришел к другому нотариусу, уже устранив те возможные неточности. Подозрительные места, да? И зная уже, а у нас существует совместная информационная система. База такая. Ну, это наши вопросы внутренние. Когда за этим человеком уже проследовали правоохранительные, работники правоохранительных органов, у этого человека в машине нашлись еще девять частных завещаний. ну, вот это такой ответ, с которым, реальность, с которой надо считаться, если человек принимает решение остаться при частном завещании. Поэтому, я думаю, 21 век пришел с сознанием, не нужны человеку, если он хочет что-то делать, не надо ему частный документ, надо, чтобы документ составлялся с посредником, который может в любом случае быть свыше доказательный документ, который будет, и тогда он будет документ с высшей доказательной силой. Но, по-моему, человек спрашивал что-то о дарении, о договоре дарении. Но, если вы решили, что вы хотите кому-то свое имущество подарить, вот то, что уже нотариус Сандра говорила, считайте с тем, что дарение значит, что вы потеряете свое владельческое право. И, ну, можно, конечно, говорить в законе, что, извините, в договоре, что вы проживаете в этом имуществе своем до конца своей жизни. Но, вот, договор дарения, он всегда с очень высоким риском. И, при разговоре с нотариусом, вы сами приняете решение, вы можете этот риск как-то принять, или все-таки нет, и прийти к другого рода документам. У нас просто линии разрываются, сейчас примем звонок. Доброе утро. Пожалуйста, коротко задавайте вопрос, нам уже пора заканчивать. Доброе утро. Наверное, с зрения завещания вопрос такой, родственники должны быть осведомлены, что завещание есть, оно такого нотариуса, вот как механизм вступления его в силу. Спасибо. Да, мы вас поняли, что немножко да, это вот часть моего вопроса, который я хотела задать, потому что когда мы понимаем, что человек оформляет завещание, доверенность на будущее, любую другую доверенность, то у людей, которые в ближайшем окружении, на которых это все оформлено, имеет уже какой-то свой, мягко говоря, шкурный интерес, то есть насколько это рискованно, насколько это опасно, насколько люди должны быть информированы окружающие о том, что такой документ имеет место быть. При публичных документах нет такой необходимости, вы сами можете, человек может сам принимать решение, информирует он или нет, потому что, ну, других, потому что завещание, которое составлено нотариусом, он попадает в регистр завещаний, и после смерти человека, когда открывается наследственное дело, нотариус, который ведет наследственное дело, сразу получает информацию от регистра, о существовании завещания, и тогда вот уже в процессе дела производства, ну, наследственного дела, это завещание будет выпрошено из того нотариуса, у которого оно находится, и будут приглашены люди, на которых это, ну, относится. то есть заранее им сдать не нужно, а доверенность на будущее? Это двухстороннее сделано. Это двустороннее сделано. Он сразу уже, это договор, который заключается обоим сторонам. А нет такого риска, что, не знаю, человек очень обеспечен, да ладно, что там обеспечен, пусть он будет очень богатым, и заключает вот эту доверенность на будущее, и тут раз, и лыжа сломалась. Ну, знаете, мы, конечно, на этот вопрос, наверное, мы не сможем никто из нас здесь ответить, только сериалы смотреть. Вот так выбирайте особо доверенного человека, который лыжу не поделит. А о доверенности вообще всегда речь идет о действительности, само слово. Я доверяю. Я доверяю больше, как сам себе. Поэтому здесь никаких таких, ну, не надо спешить с такими вопросами. Еще давайте примем звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, нотариально переведенный и заверенный документ в Латвии, русский язык, в России нотариус требует дополнительное их заверение. Это законно или нет? Или наши документы, переведенные и заверенные нашими нотариусами, действуют на территории Российской Федерации? Да, спасибо вам. Действуют. Действуют. Не знаю, о чем сейчас идет, может быть, речь. Может быть, идет речь о постели. Которые наше государство тоже требует. Так называемое, да? Легализация документов. Да, упрощенной формы. Ну, еще успеем принять звонок, слушаем вас. Доброе утро. Простите, пожалуйста, а сколько стоит доверенность на будущее? Просто не услышала. Да, около 100 евро. Да, около 100 евро уже говорили наши гости. Ну, что ж, пора нам заканчивать на этом. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Представители латвийского светоприсяжных нотариусов Сандра Стрипница и Вия Пизича. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Спасибо. Спасибо.